Министерство по чрезвычайным ситуациям совместно с Республиканским государственно-общественным объединением Белорусское добровольное пожарное общество проводит акцию, направленную на предупреждение пожаров, возникающих при неосторожном обращении с огнем при курении. В рамках данной акции планируется проведение масштабной информационной кампании, а также ряд образовательных мероприятий. С 8 ноября на территории Республики нашего города проводится профилактическая акция «Не прожигай свою жизнь». Целью данной акции является именно обратить внимание граждан на недопустимость возникновения пожаров вследствие нарушений и неосторожного обращения с огнем при курении, на безопасность курения. В рамках акции мы посещаем жилища граждан, общаемся в трудовых коллективах, встречаемся с людьми и объясняем основные требования, где можно курить, как можно курить, о недопустимости курения в местах для сна, о недопустимости выбрасывания окурков из окон для того, чтобы предотвратить огненные трагедии. Сопутствующим фактором, конечно, является так называемая в наших кругах пьяная сигарета. В текущем году по данной причине погибло 3 человека, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в местах для жительства курили, что повлекло возникновение пожаров и гибель курящих. На сегодняшний день в городе Бресте зарегистрировано 77 пожаров, 45% из них – это именно неосторожное обращение с огнем, половина – при курении. То есть это одна из первых причин возникновения пожаров, которые могут привести к трагедии. Сегодня спасатели встретились и с молодежью. Для студентов Брестского филиала частного учреждения образования «Колледж бизнеса и права» специалист Белорусского добровольного пожарного общества Анна Левлюх организовала мастер-класс по пользованию порошковым огнетушителем, а пропагандист МЧС Ирина Лабырич провела профилактическую беседу с раздачей наглядной изобразительной продукции. Белорусское добровольное пожарное общество принимает активное участие в акции «Не прожигай свою жизнь». Основной задачей для нас является научить людей пользоваться первичными средствами пожаротушения, чтобы в случае возникновения чрезвычайной ситуации они не поддавались панике, знали, как действовать, выполняли все четко и тем самым свели человеческие материальные потери к минимуму. Молодежь довольно часто пренебрегает безопасными действиями, особенно с огнем, в силу возраста и желанием сделать что-то неординарное. Поэтому ребятам было очень полезно послушать как теорию, так и на практике отработать навык работы с огнетушителем. Ведь окурок, упавший на пол или постель, через несколько минут превращается в пожар. При концентрации угарного газа в воздухе, равной 1%, человек погибает за 2-3 минуты. Стрелка находится на красном, он будет работать? Нет. А на каком должна быть стрелочка? На зеленой. Смотрите, все как на ститофоре, зеленый, желтый, красный. Зеленый хорошо, желтый, вероятно, красный, все. Можно даже не брать в руки. ЧК, за нижний рычаг, держи вот так вот четырьмя пальчиками, только пока не нажимай, да, поднимай его. Хорошо, что такое происходит, потому что не каждый человек в состоянии самостоятельно изучить информацию о том, как надо действовать, в каких-либо ситуациях. Его могут пригласить на такие мероприятия, чтобы он увидел. Также специалист пропаганды Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям провела работникам и пациентам стационара учреждения здравоохранения Брестский областной наркологический диспансер интерактивные занятия с демонстрацией фильма «Жертвы привычки» и тематическими заданиями алгоритм действий при пожаре «Безопасная эвакуация» и «Курить себе вредить». Случился пожар, да, что мы делаем в первую очередь? Вот, далее. Так, звоним, да, в МЧС. Курение – это не только вред для здоровья, но и потенциально опасный источник возгораний. Участие каждого человека в акции МЧС поможет предотвратить множество пожаров и спасти множество жизней. Только вместе мы сможем создать безопасную среду для себя и наших близких. Виктория Гапутина, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.